Друзья, всем привет! С вами ваша IT-балабол, а также полупроводник в мир IT Николай Сверидов. И это значит, что вы по-прежнему на моем канале, где мы продолжаем балаболить про IT-шечку без стереотипов. И сегодняшний ролик у нас посвящен все так же нашему любимому фреймворку для построения веб-приложений FastAPI. Продолжаем пилить образовательную платформу. И сегодня мы научимся с вами добавлять и отзывать админскую роль у обычных пользователей. Но прежде чем мы перейдем к основной теме нашего видео, я прошу обратить ваше пристальное внимание на мою страницу на Boosty, через которую вы можете поддержать меня не только лайком и репостом, но еще и финансом. Ваши донаты и микродонаты для меня безумно важны, друзья. Это помогает оставлять контент на моем канале в открытом доступе и не распыляться на сторонние проекты, а ковать для вас все новый и новый контент. И для подписчиков более высоких категорий на Boosty у меня предусмотрены бонусы, как, например, проведение лично мной MOOC-собеседования для вас раз в месяц, а также участие в закрытых лекциях, которые проводятся у нас каждую неделю. Поэтому переходите, ознакомливайтесь и вступайте в наше спонсорское комьюнити. И давайте вспомним, что же у нас сейчас есть в рамках нашего приложения. Все по классике. Вспоминаем, где мы находимся. Значит, у нас есть клиент какой-то, который отправляет нам запросы на наше API-приложение, и при этом у нас есть защита с помощью, точнее, узнавания, кто есть пользователь, какая у него роль, да, с помощью GWT. И при этом не только роль, а то, что он, в принципе, у нас в системе-то находится. Как я сказал, у нас есть уже ролевая модель, то есть есть пользователи, которые админы, есть пользователи, которые суперадмины, есть пользователи обычные админы. В зависимости от того, какой уровень доступа имеет каждый из этих пользователей, они могут совершать определенные действия. И есть база данных, которая хранит информацию обо всем. Пока что только о пользователях. У нас пока только одна таблица. Потом будем расширяться, масштабироваться. Будем туда что-то интересное добавлять. Ручки у нас есть для управления данными по пользователю, удаления, изменения, получения данных по пользователю. И, собственно, ручка для того, чтобы получать токен. И наши эндпойнты защищены токеном. Значит, смотрите, что дальше? Ребята, нам нужно разработать некий механизм, который бы позволял нам добавлять роль администратору, а также отзывать роль у администратора. Кто будет этим заниматься? Ну, король всех львов толстых. То есть у нас будет суперадмин. Точно так же, как в любой системе, есть суперюзер. User, да, судо, вот это вот пресловутое. Я думаю, многие знакомы с линуксовым терминалом. И вы слышали, либо видели такую терминологию. Соответственно, что здесь нам важно помнить? То, что нашего пользователя можно запромоутить из обычного в админа и из админа в обычного. То есть я выбрал такую механику, что не просто суперадмин там заводит какие-то новые учетки для админов. А нет, человек может прийти, сам зарегистрироваться, полазить по платформе, что-то потыкать, поизучать. А потом придет админ и запромоутит его до уровня админа. Ну и обратный процесс, когда у админа отбирают его права, и он становится обычным пользователем. При этом нам нужно обязательно, обязательно сделать так, чтобы обычный пользователь не мог запромоутить себя до админа. Или, допустим, деактивировать админскую учетную запись. И чтобы админ не мог поднять до админской должности какого-то обычного пользователя. То есть этим занимается только суперадмин. Все, больше никто. Соответственно, мы с вами на прошлом уроке, в прошлом видео, организовали проверку ролей. Мы сделали вот это разделение по ролям. Проверку ролей мы пока в полной мере не реализовали. Но сегодня мы попробуем научиться выдавать эти роли и забирать эти роли у пользователя путем вот этих суперадминских всяких манипуляций. Соответственно, нам понадобится в базе запись. Нам пользователь с суперадминскими правами понадобится. Он будет у нас один. В момент создания системы он будет, ну, будем предполагать, что нам его заводят наши девопсы или кто-то еще. И дальше мы пользуемся этой учетной записью, чтобы наплодить админов. Если мы с вами зайдем на сторону базы данных. Так, давайте посмотрим, что у нас есть две записи. User ID, Николай Сверидов, Иван Иванов. И вот у нас Иван Иванов имеет запись role portal user. Это его роль. А Николай Сверидов имеет у нас запись, что это role portal admin. А, прошу прощения, у нас Иван Иванов, он суперадмин. А Николай Сверидов, он у нас пока просто админ. Ну, я, пожалуй, удалю. Я сделаю Николая Сверидова обычным пользователем. Пока я готовился к этому видео, я тут много чего поменял. Значит, смотрите, у нас здесь, опа, смотрите, Иван Иванов стал обычным portal user. Мне это не нравится. Я хочу, чтобы он был не role portal user. Я, понятно, в общем, я перезатер. Это два раза. В общем, ребята, все пошло не по плану. Нужно брать и исправлять эту историю. А, прошу прощения. Кажется, я знаю, в чем дело. Я нахожусь сейчас в тестовой базе. Я тесты гонял. Соответственно, нет. Мне нужно пойти в обычную. Смотрите, две базы у нас. Не путайте, вот как я. Значит, мы с вами идем и смотрим базу данных, которая относится к нашей непосредственной задаче. Сейчас у нас есть пользователь, которого зовут string string. И второй string string, ну, опять же, такой замоканный пользователь, в общем, с плохими данными. Но самое главное, что у нас есть role portal user, role и role portal super admin. И у второго, значит, он role portal admin, role portal user. Давайте мы админскую роль у второго пользователя просто возьмем и уберем. Обновим нашу вот эту историю. Сделаем yes, role portal user. И давайте здесь я напишу Николай все-таки, чтобы я мог обращаться к ним как-то, каким-то образом. И второй будет Иван, чтобы их разделять. Ну, неприличным способом это делаю. В базе напрямую ничего писать не нужно. Лучше делать это все через API, потому что это все будет тречиться. И, ну, легче потом отслеживать изменения, кто это вообще там вносил. Не делайте так, как делаю я. Мы сейчас только, ну, мы разрабатываем, поэтому нам простительно. Значит, теперь давайте подумаем над тем, что значит выдать роль пользователю админскую. Это значит, что, по сути, нам нужно дописать вот эту роль вот сюда, в массив roles. И какие у нас требования к этой колонке возникают? Ну, нам бы хотелось, чтобы здесь у нас только уникальные значения, чтобы нельзя было два админа написать или два role portal user, вот что-то из этой серии. Но, как я посмотрел, в Postgres это неочевидная задача. То есть на уровне одинаковости массивов внутри таблицы эта задача не тривиальная. Точнее, это тривиальная задача, когда мы просто и constraint вешаем уникальности массива, и он отсекает, если два одинаковых массива есть в нашей таблице, в нашей колонке. Но при этом по наполнению самих данных в массиве, к сожалению, я не нашел типа множества у Postgres. Поэтому придется нам сегодня пойти на хитрости. Я покажу на какие. Ну, давайте с вами поговорим над тем, с чего мы, собственно говоря, начнем. Постановка задачи у нас есть. Давайте заглянем в нашу Jira. В Jira я, на самом деле, решил начать с того, что я починил баг запретить суперадмину удалять себя. И в рамках этой истории я реализовал, собственно говоря, починку этой истории. То есть у нас теперь есть проверка на то, что пользователь у нас является админом или не является админом. Как это все реализовано? Во-первых, я накатал тест. То есть я проверил, может ли у нас пользователь удалять себя, если он суперадмин. И оказалось, что в рамках реализованной уже логики, которая была на прошлом видео, я понял, что там все это, по-моему, мы все это сделали. То есть суперадминки, not be delete via API. Давайте мы проверим это в нашей кодовой базе, где я вообще это сделал. Значит, мы пойдем вот сюда, статус код. И нет, я вам соврал, скорее всего. Сделаем annotate git blame 15.03. Да, я сделал это недавно. Я вам соврал. Нет, я кое-что дописывал. Значит, смотрите, я добавил такую проверку. Check user permissions. Я добавил проверку if portal role, role portal superadmin in current user roles. В таком случае мы возбуждаем 406-ю ошибку. Это значит not allowed. Это значит, что метод такой есть, действительно. Там get, post, put, что угодно. То есть мы с нормальным токеном пришли. Мы пришли на нормальный метод, с нормальными заголовками. Наша логика пошла выполняться. И потом что-то случилось. То есть мы все-таки в разрезе бизнес-контекста мы пытаемся выполнить неразрешенную операцию. И здесь мы пишем, что superadmin cannot be deleted via API. Это здорово, это прекрасно. И, соответственно, это фиксит нашу багу, которая у нас была. После этого я в джире, да, многие спросят, откуда у меня доска появилась. Дело в том, что у меня когда был backlog, здесь была кнопка сформировать спринт и стартануть спринт, когда, я думаю, через неделю, когда мой текущий спринт закончится, мы с вами посмотрим на то, что, собственно говоря, это означает. Соберем свой спринт, будем прорабатывать задачи. То есть все больше и больше я буду погружать вас в культуру разработки. Значит, на доске у нас находятся наши задачки. Как только я сделал задачку, я ее переместил. Сначала я делал ее, она была у меня in progress. Потом я переместил ее сюда. Запретите superadmin удалять себя. Замечательно, мы все с вами сделали так, как надо. И дальше написать ручку для добавления отзыва роли и отзыва роли админа. Мы сейчас стоим в in progress. При этом я решил не размазывать логику. Но я решил, что пока мы сделаем в рамках одной ветки и починку вот этой баги, и написание вот этой ручки, это нехорошо. Мы опять же будем за этим следить. Но пока я создал одну единственную ветку для всего этого. Bugfix low7 по названию задачи. И в рамках вот этого bugfix low7 я сделал и bugfix, и, значит, решил эту задачу. Давайте посмотрим на тест, который покрывает нам reject delete superadmin. То есть мы создаем пульс-заказ ролью, role portal superadmin, проверяем, что если мы его удаляем, отлавливаем 406 ошибку, и проверяем, что superadmin can not be deleted via API. На самом деле здесь еще хорошо бы проверить, что наш superadmin в базе остался при своей роли. То есть ошибка нам может быть показана, но на самом деле нам нужно сделать еще get user from database и проверить, что его роль, она осталась неизменной. Значит, как мы это сделаем? То есть мы сейчас тест delete. Значит, давайте мы с вами по-шустрому сделаем get user from database. Где? 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 Мы это подтащим самым неприличным образом. Значит, user for await, get user from database. Вот это вот история. Мы сюда это прикручиваем. Значит, какого юзера мы будем забирать? Мы будем забирать пользователя, который не должен был изменить свои роли. Значит, вот так вот делаем. User for deletion. Значит, а у нас тут user for... Да, user for deletion. User data for deletion. Значит, мы скажем, что user for deletion. Возьмем его. Исходный наш пользователь, который был и, собственно, не должен никаким образом удалиться. А дальше user from database. Если я правильно помню, нам вернется там такая штука, из которой нужно получить нулевой элемент. Сейчас мы посмотрим в других местах. Нет, кстати, нет. Давайте, ну, в общем, что в гадайку играть. Давайте я в дебаггере запущусь. И все, нам будет сразу видно. Запускаемся через кнопку жучка. Прямо на тесте можем это все указать дело. И видим то, что у нас в user for deletion database это список. Да, все правильно я сделал. Ноль и, значит, user. Значит, сделаем dict. И дальше я запрошу здесь ключ roles. То есть это роли моего пользователя. И я скажу, что портал, юзер, супер, роль портал, супер админ, что in вот этих вот ролях. Значит, assert. То есть мы проверяем, что эта роль у нас осталась у нашего пульсака. Давайте перезапустим наш тест. Посмотрим, хорошо ли я головой просчитал, что действительно все будет так, как я ожидал. Да, все супер. То есть, молодец, Коля. Вот это вот называется опыт. Вот уже на опыте. Значит, мы проверили то, что у нас роль не слетела, несмотря на то, что у нас 4.6 ошибка была. Потому что могло случиться так, что мы роль отписали, а потом загенерировали ошибку. В общем, мы дополнительно всю эту историю покрыли. Мы молодцы. Вот. Что дальше? Давайте я закамичусь, запушусь. Еще разочек сделаю пуш. Ну, обновлять страницу уже не буду здесь. Ну, представим, что мы, ну, в общем, дописали эту историю. Все. Бага по фикшену. Давайте переходить к нашей истории по поводу добавления роли пользователю. То есть поднимемся на... Сначала хочу вам показать следующую историю. То есть первое, на что мы обратим внимание. Нам в процессе добавления роли нужно будет каким-то образом проверять, является ли наш пользователь, которого мы получили из базы, да, которого мы хотим заапдейтить, либо пользователь, который к нам пришел с токеном, мы все равно его получаем из базы в конечном счете, потому что мы вытаскиваем его роли, является ли он у нас суперадмином, либо обычным админом, как, в общем, что для этого можно сделать. То есть не надо писать, там, дополнительные колонки, да, вы прекрасно знаете, что у вас роль есть. И плохой паттерн это искать роль внутри, значит, ролей прям вот где-то в кодовой базе. Я предложил бы вам сделать следующее. Вот у нас есть моделька, которая отвечает, ну, ORM, класс User, который характеризует таблицу, и она, собственно, отвечает за взаимодействие с базой, да, то есть мы с помощью нее пишем в базу, читаем из базы. Но при этом я завел тут две проперти, которые позволяют нам уже у полученного объекта, у полученного объекта, проверять, является ли у нас вот этот вот объект, который, с которым мы работаем, является ли он суперадмином, либо админом. Каким образом? Мы возвращаем булев признак, portal.roll.roll.portal.superadmin.inself.rolls. И, кстати, вот здесь вот хорошо бы нам добавить типизацию, потому что это булев объект. И вот здесь вот я могу взять и написать вот так вот булл, соответственно, то же самое я напишу вот в этом месте. И вот здесь вот я напишу, пожалуй, здесь я напишу лист, то есть я добавлю наши прекрасные типы, а то что-то я обленился. Надо прикручивать здесь mypy, чтобы он на меня ругался и говорил, Коля, пожалуйста, проследи за этим. Вот, давайте вернемся обратно, то есть логика такая, что мы с помощью этих штук будем проверять, прям непосредственно вызывая из объекта нашего юзера, является ли он админом, либо он является суперадмином. Вот, по поводу двух вот этих методов я скажу чуть позже, зачем они нам нужны. Давайте посмотрим, что я здесь, могло бы показаться, что я дописал класс portal.roll, но он у нас был в прошлом ролике. Я на самом деле просто перевел его из другого модуля, из модуля, который отвечает за db.dals, перевел его в модели, значит, на стороне db.models. То есть, чтобы у меня не было никаких циклических импортов, иначе была беда. Теперь давайте посмотрим на добавление роли нашему пользователю обычному. Ну, ладно, не обычному, а в общем мы пытаемся нашего пользователя каким-то образом проапгрейдить до админа. Что мы должны сделать? Во-первых, мы передаем точно так же, как в ситуации с удалением нашего пользователя, user id, который является uuid. d, мы передаем нашу сессию с базой данных, и у нас есть current user, которого мы из Depends вытаскиваем, разумеется, из токена, который потом мы идем в базу данных, достаем пульсака и так далее и тому подобное. Вот, значит, мы проверяем, что current user, нам же вернется объект user, да, про который мы говорили буквально минуту назад. Мы проверяем, является ли он суперадмином, потому что мы с вами говорили, что выдавать привилегии админа могут только суперадмины. И в случае, если он не является суперадмином, мы отдаем 403, говорим forbidden, то есть здесь запрещено. Нет, мы не хотим, чтобы ты вообще мог что-то делать. Значит, дальше мы получаем юзера из базы. То есть, если мы говорим, хорошо, к нам пришел суперадмин, мы теперь получаем нашего юзера из базы. И говорим, что если user for promotion is admin, то есть у нас действительно пользователь, который прилетел, не действительно, а пользователь, который пришел к нам из базы является админом или суперадмином, то в таком случае мы будем возбуждать ошибку 409. Мы будем говорить, что, по-моему, 409 это что? 409, 409 это конфликт. Вот, мы будем говорить, что, ой, ребята, конфликт, тут что-то уже, ну, походу, уже что-то уже сделали. Да, то есть мы будем отвечать, что юзер с таким-то айдишником, он уже у нас является админом либо суперадмином. Вот, дальше тут есть такая проверка, и в current user user id равно user id. То есть мы говорим, что, ну, если ты сам себя хочешь запромоутить, это тоже, ну, не прокатит. Хотя это вообще, это какая-то очень странная кринжовая история. То, что админы, суперадмины пытаются себя каким-то образом там менять. Ну, это какая-то все-таки кринжата. Более того, я бы вот эту строчку с проверкой айдишников, я бы вынес ее повыше. Все-таки current user равно user id. То есть давайте я ее напишу, то есть, ну, не напишу, она уже написана. Значит, вот где у нас handlers, это у нас что? Это grant admin privileges. Значит, я могу вот эту историю с менеджера, что он сам себя менеджит, вот вынесу сюда. Для чего? Ну, для того, чтобы лишний запрос в базу, например, не делать. Зачем мне сначала там лишний запрос в базу делать, потом падать с этой ошибкой? Лучше вот я вот так вот это все оставлю. То есть он не может управлять привилегиями самого себя любимого. При этом, значит, идем дальше. Что здесь? Ну, я уже здесь буду в пайчарме все это дальше рассказывать. Значит, мы проверяем, что у нас, ну, если они админ или суперадмины, все. Мы говорим, что он уже запромочен. И проверяем, что если user for promotion нам вернулся none, да, то есть его там нет. Мы говорим, что мы рейзим RTP exception и говорим, что юзер с таким-то айдишником не найден. Все, что стандартно. При этом мне вот не нравится, что у нас копипаст во многих вот этих методах. Мы потом вынесем, я думаю, это в отдельную функцию. В общем, я вам покажу, как с этим совсем работать. Дальше. Очень интересный момент, ребята. Я создал здесь, то есть смотрите, мы с вами апдейтили параметры наших пальзаков. Когда у нас была ручка обычная на апдейт данных, я пользуюсь тем же самым методом, который в составе ручки на апдейт данных. Апдейт юзер, который на стороне чего? На стороне нашего юзера. То есть в модуле юзер это, соответственно, экшен нашего API. И мы можем использовать этот самый экшен без проблем. Соответственно, нам нужно скормить поля, которые мы хотим изменить по нашему пользователю. Я хочу изменить поле roles. Соответственно, я формирую словарь roles с ключом roles, где значением у меня будет. И вот тут я прошу обратить ваше внимание пристальное на тот костыль, который я придумал для того, чтобы управлять уникальностью ролей в составе моего списка, да, или массива, который хранится в базе данных. Я говорю, что, ребят, давайте мы добавим в наш класс, значит, add admin privileges. Так, ну единственное, что он здесь на меня ругается. Он говорит, что expected time column operators instead. Ну ладно, я снесу этот лист. Не надо все. Ладно. Я потом буду это все чинить. Ой, как ужасно. Простите меня, ребят. Смотрите. Я скажу, что, значит, если у меня, значит, если мой пользователь не, то есть if not self is admin, да, то есть я внутри метода add admin privileges to model, я пользуюсь пропертей. Я говорю, что если он не админ, то я хочу добавить ему админские роли. Причем, смотрите, в чем история. Если бы я здесь написал self roles плюс равно, да, то есть я бы на месте попытался дописать новую роль, портал роль, ролл портал админ, у меня бы падала ошибка с SE и все бы разваливалось. Я не знаю, я изучаю, почему это так. Ну, это, видимо, на стороне URM-ки какая-то история не очень хорошая. Вот, поэтому изменять модельку дописыванием просто туда роли он мне не дал. Ну, не знаю, почему, в общем, он писал, что еще одна там какая-то сессия активная. В общем, я решил пойти другим путем. Я сказал, ну, хорошо, ты мне не даешь модель менять относительно самой себя по команде, тогда пускай метод add admin privileges to model, пускай просто возвращает модели с список, ой, прошу прощения, с список ролей до обогащенную новой ролью админской. И давайте я вот это поменяю от рефакторю, я все-таки не add сделаю, а enrich, 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 то есть обогатить админ roles by privileges, roles by admin role, то есть дообогатить админской ролью. Вот так вот. Ну, так будет более явно, что я обогатил, но как бы я не изменил исходную модель, да, нашу. И смотрите, enrich, админ, roles by admin role, где я это использую? То есть я говорю, что я буду работать с ролями, да, то есть с полем роли. Я создаю множество, в которое получаю из нашего user for promotion с помощью enrich admin roles by admin roles, что мне вернется? Мне вернется список с ролями, которые, да, обогащены ролью нашего прекрасного админа. И дальше я хочу, я же за уникальность, то есть чтобы это были уникальные роли, я говорю, что, ну, пожалуйста, распакуй это все во множество. При этом, ну, на самом деле, вот эту распаковку во множество можно было бы унести даже вот сюда и не запариваться на этот счет. То есть что бы я мог сделать? Я мог написать вот так вот, вот так вот, то есть ничего не хочу знать относительно того, что у меня происходит внутри метода enrich admin roles by admin role. Я хочу просто получить множество, да, либо там список новых ролей, которые точно будут уникальны в составе себя. Ну, я буду передавать здесь множество, потому что, на самом деле, как я посмотрел, если мы в array будем записывать через SQL alchemy, в поле, которое является массивом, будем писать множество, он тоже это скушает и меня это устраивает. Вот, соответственно, здесь я тоже эту историю поменяю на множество. Так, нет, пока не поменяю, потому что надо тесты перепрогнать и посмотреть, как это вообще все сыграет. Соответственно, здесь я прям такой, знаете, делаю рефакторинг живой, вот это я убираю. То есть все, user for promotion enrich admin roles by admin. И давайте запустим тесты, посмотрим, что ничего не отвалилось, что все работает. То есть, ну, единственное, что запустимся по полной. Вот, значит, после того, как я получил, смотрите, список параметров, которые я буду менять по своему пользователю, да, это только роли. Я отдаю этот updated user params в update user. Все, дальше нам ничего, вот мы даже не смотрим в этот update user, мы там ничего не меняем, если я правильно помню. Он там сам разберется без нас. И отлавливаем дальше integrity error, логируем, делаем http exception, вот все, что у нас было в других ручках. Опять же говорю, что вот это выглядит как копипаста. Мы обязательно научимся с вами в рамках рефакторинга, как можно это все поменять, что можно сделать по красоте. Вот, соответственно, давайте взглянем на тест, который описывает ситуацию с нашей вот этой прекрасной и красивой ручкой. Я все-таки еще раз закомичусь, запушусь, и давайте мы с вами посмотрим на тест, на тест, на тест, на тест, 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 тест. Где? Reject это мы делали, это мы делали ниже, ниже, ниже. Вот он. Test add admin role to user by super admin. Мы создаем двух пользователей, один из них является обычным пользователем, другой супер админом. При этом обратите внимание, что теперь я использую не строковые значения, а именно наши enum объекты. Я везде, везде, везде отрефакторил. Во всех тестах у нас, мы отказываемся от строчек, мы прибиваем здесь наш enum объект. Это более правильно. Соответственно, здесь у нас enum объект. Дальше мы просто дергаем ручку на admin privileges, на выдачу admin privileges. Отдаем туда user ID нашего пальзака. Проверяем то, что нам отдается двухсоточкой. Проверяем то, что в базе действительно portal role role portal admin в том юзере, который ожидалось, что вот он нам, ну мы возвращаем его из базы данных измененного. Мы проверяем, что действительно такая роль, опять же мы ее проверяем, как через enum, да? То есть не просто строковой какой-то вещью, а через enum. Значит, мы проверяем, что она у нас есть в составе ролей нашего пользователя, который лежит в базе данных. Вот. Ну, посмотрите, как этот тест написан. Соответственно, смотрите, нужно еще здесь дописать тесты, потому что я не делал тесты на негатив кейс. Соответственно, здесь я ставлю, я делаю create и создаю, значит, b. Я пишу, ну, back, это, ну, bback, значит, дописать тесты, дописать тесты на негативные кейсы по ручкам добавления и отзыва роли админа. Вот, и ставлю на себя, что sprint, sprint выбираю наш активный, only show sprint in this project. Ну, вот он один, значит, creating effect, directive sprint. Он говорит, что вот, ты sprint шатаешь, ничего страшного. Значит, создали, вот у нас тут дописать тесты добавилось. По поводу введения спринтов у нас будет отдельное видео, я думаю, на этот счет. И давайте вернемся в нашу кодовую базу. Теперь давайте посмотрим, как же мы будем отзывать нашу роль, да, у нашего юзера. Вернусь, давайте в PyCharm опять сходим, и я покажу revoke admin privileges. Что она делает? Ну, тоже принимает user ID, принимает current user. Все то же самое, мы точно так же, мы, смотрите, мы получаем user for revoke admin privileges. Мы сначала, тут почему-то, видите, порядок нарушен. То есть мы зачем-то идем сначала в базу. Нет, это плохо, мы сначала проверяем все разрешения. Мы говорим, что если current user super admin, тогда мы, значит, точнее, если он не super admin, если он простой admin, он не может этого делать, да. Мы сразу говорим, что 403 forbidden. И дальше я уже могу сходить в базу, вытащить нашего пользовака из базы данных, которого мы хотим поменять, да, отозвать у него роль. И проверить, что если пользователь, у которого мы хотим отзывать права, он и так не admin, мы говорим, что у этого пользователя нет админских прав. Я не знаю, что ты вообще от нас хочешь, зачем тебе это нужно, для чего. Вот, при этом тут еще будет такая история, что если он у нас super admin, да, то, возможно, тогда у нас другая ошибка упадет. То есть давайте подумаем, если он super admin, то есть вот эта проверка у нас, он super admin, нет, все будет хорошо. Если super admin, вот здесь у нас тоже проверка не пройдет, дальше user for revoke admin privileges, то есть здесь у нас, мы, если не получим, мы отдадим 404, действительно. И дальше мы скажем, что проверка, если current user, он пытается сам у себя отозвать, тогда мы не можем менеджить сами себя. Ну, давайте это в начало, прям тоже в начало поставим, после forbida вот этого вот. Вот, соответственно, в таком случае не сможет super admin там у себя что-нибудь отозвать, попытаться, да, но тем не менее, если у нас super admin, да, но super admin не сможет у себя отозвать, мы упадем с ошибкой 400. Причем тут 400, а до этого, по-моему, я падал, а, да, тоже 400 была, bad request, по-моему, 400 это просто bad request, да, bad request, но на стороне клиента. Значит, идем обратно. Что дальше? Мы говорим, что получили пользователи, если говорим, что если он, да, не админ, не говорим, нет привилегий, 404 отдаем дальше. Смотрите, история точно такая же, как у нас была на предыдущем шаге. Мы создаем внутри, значит, внутри нашего, нашей модели user, revoke admin privileges from model. То есть логика та же. Мы формируем, то есть здесь я формировал множество, тут я сформировал список, будь он не ладен, то есть я тут что-то намудрил. Давайте тоже сделаем, что здесь будет у нас множество. А, нет, смотрите, здесь хитрый ход, то есть я сказал, если здесь мы просто дописывали, это было достаточно просто. Здесь мне нужно отфильтровать и исключить portal role role portal admin из выдачи. То есть я, на самом деле, можно попробовать было сделать return self из admin, там, remove. Давайте попробуем, кстати, это сделать. Кстати, я посмотрю на результат. Значит, я сделаю self. Нет, он не даст этого сделать, точно он не даст. Он опять упадет с ошибкой по сессии, точно не даст. Поэтому приходится вот писать такой костыль. Значит, мы делаем list comprehension, говорим, что сохраняем, мы создаем такой же список с ролями, но исключаем оттуда role portal admin. Да, и при этом нас устроит, если мы отдадим не список, а множество. Да, нам же множество нужно. Вот мы это делаем. Давайте сходим в то место, где это используется. И вот здесь я могу вот эту историю убрать с множеством. И убрать вот эту звездочку, оставить вот такую историю. Все. То есть логика та же. То есть мы, как и в ситуации с выдачей прав, там мы добавляли админа, здесь мы админа убираем из нашего списка. Давайте запустимся, убедимся, что все тесты у нас пройдут. И дальше мы точно так же скармливаем наш updated user params в состав update user. У нас происходит апдейт, и, собственно говоря, мы великолепны. Вот такая вот, ребята, история. Давайте я сделаю commit, еще один сделаю commit и push. И, естественно, естественно, я еще раз обращаю ваше внимание, что нам нужно покрыть все вот эти тестовые кейсы на ошибки. И я написал один тестик, который покрывает какое-то их количество. То есть мы здесь видим с вами, что здесь мы добавляем, здесь мы делаем revoke, здесь мы roles who revoke. То есть тест revoke admin role from user by wrong type of user. То есть неверный тип пользователя. И вот у нас падают ошибки. То есть здесь мы говорим, что, ой, у нас тут статус код 403, forbidden. Ну, опять же, это нужно все под параметрой загнать, то есть расширить количество тестов. В рамках, собственно говоря, наших задач Jiri мы будем это делать. Значит, здесь есть еще тест на что? Test update user. Соответственно, да, тут выданы роли. Ну, в общем, а это уже просто рефакторинг. Вот такой мердж, вот такой pull request у нас получился. Давайте мы его, так сказать, закатим себе. И здесь у нас, ой, как много у нас коммитов. Я здесь скажу, что, да, squash and merge и add, значит, endpoints for get for promote revoke admin plus bug fix. Вот так вот. И close with comment. Нет, значит, мы нажимаем, а, нет, вот так вот давайте сделаем. Squash and merge. Вообще, я хотел бы комментарий оставить, но он сейчас предложит это сделать. Значит, вот так мы поставим. Это у нас update. Update и еще поставлю fix, потому что fix, ну, давайте fix поставим в следующей строке. Вот это вот так, а вот тут вот bug fix. Вот так. По красоте, по красоте. И confirm squash and merge. Значит, делаем merge. И, наверное, я, знаете, я вот удалю эту ветку. Все, пора уже, хватит их плодить. Сделал удаление ветки. И теперь я могу сделать что? Я могу перейти в ветку main в своем проекте. Git checkout main. И сделать git pull. Значит, git pull. Значит, изменения прилетели. Все, мы молодцы. Молодцы. Да, мы же молодцы. Я надеюсь. Да. Смотрите. У нас сверху ошибка. Delete user response. Show user. Rename reference. Так. А куда мы закатили эту историю? Merge commit into main. Вот теперь это становится интересно. Потому что до этого у нас все работало. Теперь у нас, теперь у нас, как будто кодовая база не та. Если я запущусь, он должен упасть. Да. No model. API models. И как это все... Почему это случилось? Вот давайте теперь поисследуем git. Я ожидал, что все будет хорошо. Но хорошо не произошло. Значит, мы в ветке main. Здесь у нас мерчий квест куда ставил? Into main from bugfix. Одна минута назад. Хорошо. Я сделаю git log. Git log. И скажу, что да, все хорошо. Revoke admin. API models. И delete user response. Значит, actions user. Где у нас это... Ой, прошу прощения. Значит, где у нас лежит теперь show user. Show user. API схема... А, я понял, ребят. Я понял, в чем дело. Смотрите, в чем дело. Я несколько пул-реквестов отсмотрел от одного подписчика, который любезно это внес ко мне. Но, к сожалению, я не проверил работоспособность кодовой базы. Теперь давайте посмотрим, не завалится ли что-то. Да. Ну, вот. Эх. Я теперь... Я теперь страдаю. То есть, вот надо все-таки... Надо... Большая просьба. Если кто-то будет ставить на, значит, мерчий квесты какие-то, то, пожалуйста, прогоняйте тесты у себя на локале. Иначе могут быть вот такие вот проблемы. Давайте посмотрим, что все сработает. При этом, смотрите, нам придется сейчас... Ну, обычно такие вещи ставят в... Как вам сказать? Я позволю себе закоммититься в мастер-ветку. Так люди нормально и не делают. Мы ее потом запротектим. Значит, update. Значит, fix models. Fix models. Мы с вами защитим наш репозиторий от этих действий, ненадлежащего характера, от плохих. И при этом вот ход фиксы все равно в рамках отдельных багов делаются. Даже если очень хочется. Вот. А теперь давайте последнюю вещь сделаем. Это я подниму нашу приложульку. Где у нас тут? Ну, вот. Ну, почему? У меня же здесь был такой хороший main. Main файл, который был в конфигах. Ну, что за дела вообще? Ладно, давайте попробуем запустить main. Посмотрим, выругается он на меня или нет. Нет, не выругался. Исходим на slash docs. Нам же интересно потыкать документацию нашу. Я порт немножко поменял. 80.10 он на меня теперь. Значит, давайте посмотрим. У нас есть user admin privilege. Revoke and grant. Давайте создадим нового пользака. Какой-то будет. Что? User, допустим, 123. У него будет user 123. 1, 2, 3. Запустим. Пользователь должен быть создан в базе. Да, он создан. Вот его user ID. Теперь я хочу от имени супер админа зайти в базу и, значит, сделать эту красоту. Значит, запромоутить чувака до уровня админа. Давайте сходим в базу и убедимся, что никакой админской роли сейчас у него нет. Roll portal user. Точно так же. Вот у нас два человека с roll portal user. Я от имени Николая хочу сделать промоут. То есть я делаю что? User admin privileges. Отдаю сюда execute. Получаю двухсоточку. Давайте мы посмотрим, что действительно роль добавилось. Делаю refresh. Вот видим roll portal admin. Да, давайте попробуем еще раз его запромоутить и увидим, что 409 он уже запромоутен. Отлично. Теперь давайте сделаем какой-нибудь револк, так сказать. Значит, отзыв этой роли. Try it out. Я подставляю. Запускаю. 200. Давайте обновимся еще раз в нашей базе и посмотрим, есть ли у него роль админа. Нет. Она осталась. У него только пользователи. При этом давайте зайдем под вот этим теперь человеком и попробуем дернуть те же самые ручки. Я сделаю логаут и напишу user. Что там? Только другой юзер. Ну, пароль у нас одинаковый для удобства. Это закроем. Сохранять не будем. И давайте я попробую дернуть вот эту ручку. Мне говорят forbidden. То есть все отлично. Я пользователь простой. Я не могу этим пользоваться. Но давайте я допишу здесь обычную роль админа. Я напишу ролл портал админ. Нет, давайте все через ручки делать. Нет, хотя ладно. Ну, напишу так. Ролл портал админ. Вот так вот наш пользователь. Да, он станет админом теперь. Да, изменяю. Давайте посмотрим, что... Так, 403. А мы 8e хотим обновить. 8e. А, вот он сам себя пытается обновить. Forbidden. При этом... При этом что? Нет, 8e. Он не себя пытается обновить. Он пытается обновить вот этого юзера. Дать ему роль. Роль... А, конечно, смотрите, да, он админ. Он админ, да? Но админ не умеет выдавать админские права. Вот в чем дело. Поэтому все правильно. Все работает штатно. Все работает так, как нам нужно. Ух, вот, друзья, со второго раза записал этот ролик. Надеюсь, что он был не бесполезным для вас. Поэтому, как, ставьте лайки, пишите про то, понравилось вам или нет. Наш проект разрастается. Будем добавлять фронтовую часть. Скоро будем добавлять курсы. Я думаю, что я сделаю стажировку на рамках... В рамках вот этого вот фастапишного проекта. Друзья, еще раз напоминаю, что вы можете поддержать меня. Сказать мне спасибо. Пускай даже маленькое. Ваши там 10-50 рублей. Это очень большая похвала для меня. И мне будет приятно получить это. И пустить на развитие нашего канала. На развитие нашего проекта. И так далее. Спасибо, что посмотрели. С вами был Николай Сверидов. Вы молодцы. Учите питон. Всем пока.